Ключи активации для Windows 10 по низким ценам. Ссылочка в описании. 15 июня состоялся слив сборки Windows 11 под номером 21996.1. Это произошло благодаря китайскому ресурсу Baidu, хотя Microsoft подала жалобу на один индийский сайт BeBoom. Якобы это он слил. Короче, слили индусы. Если раньше строили теории по поводу намеренного слива Microsoft, то и сейчас, наверное, можно говорить про это. Так как жалоба в Google на удаление одной странички в интернете как-то странно выглядит. Тем более, сама тестовая сборка Windows 11 не имеет никаких ватермарков. Хотя все тестовые сборки их имеют. Даже инсайдерские версии так подписываются. Здесь нет предупреждений, чтобы они делали скриншоты. Так было в последних внутренних сборках. А также нет таймбомбы, поэтому система должна работать по сути вечно. ОС не требует активации. Не то чтобы не нужно ее делать, но если вы помните, то без активации не работала персонализация. Или был ватермарк об активации системы. Здесь тоже ничего подобного нет. Все работает, скажем так, из коробки. Хотя, может, компания специально такие сборки рассылала для более широкого круга тестировщиков без ограничений. Кстати, к Windows 11 подходят ключи не только от Windows 10, но и Windows 8 и Windows 7, судя по статье coms.ru. Единственная в чем может быть проблема, это установки самой Windows 11. Она требует поддержки TPN 2.0 и Secure Boot. Чип TPN предназначен для шифрования данных, которые можно встретить только в современных ноутбуках отдельно на системной плате или в новых процессорах. Поэтому и возникает проблема при ее установке. Чтобы решить эту проблему, достаточно заменить лишь один файл в установщике Windows 11 в папке Sources. Тогда вы сможете установить или даже обновить ОС. Полезные ссылочки я оставлю в описании. Также система требует, чтобы в компьютере была включена безопасная загрузка Secure Boot. Ее активацию можно найти в биосе. Secure Boot тоже очень интересная технология, которая позволяет запускать только подписанный софт Microsoft. С одной стороны сделано это для безопасности, а с другой для некой уже монополии, что кроме софта от Microsoft ничего вы и не сможете запустить при загрузке ПК. Если же у вас все равно не получается установить данную ОС, то я советую поставить к примеру Windows 10 21 H1, недавнее майское обновление, а уже потом сверху накатить Windows 11. Тогда все обновится без проблем, и вы сможете посмотреть на новую версию системы. Думаю, на этом прелюдия мы закончили, и можно переходить непосредственно к обзору новенькой сборки Windows 10, точнее уже 11. Поехали! Итак, сама установка не отличается от Windows 8, но может это из-за того, что сборка не финальная, но не сильно то и важно. А вот настройка системы к нам пришла прямиком из Windows 10 X, разработка которой на данный момент заморожена. Здесь вы все так же можете авторизоваться, подключиться к интернету, настроить OneDrive и прочее. После загрузки вы увидите статичную картинку экрана блокировки, и сам непосредственно рабочий стол. Загрузка тоже поменялась, но не у меня, так как у меня приоритет загрузки UEFI, и виден логотип Gigabyte. При загрузке можно услышать характерный звук, которого не было лет 10. Если вы помните, то звук запуска был только в семерке, а потом его убрали. Сделано это было специально по просьбе одного из работников Microsoft, который не мог запустить систему при спящем ребенке. Вот такая история. В 11-ке звук запуска возвращается, но он более глухой и ненавязчивый. При загрузке мы сразу видим рабочий стол Windows 11, и он имеет свои изменения. В принципе это та же десятка, даже версия ядра такая же, но с оцентрированными значками системы. Здесь мы видим меню пуск, поиск, предоставление задач, виджеты, проводник, браузер Edge и магазин Microsoft Store. Сразу же бросается в глаза новый логотип Windows 11, который теперь квадратный, как и логотип Microsoft. Когда вы на него нажимаете, то появляется новое меню пуск, также прямиком из Windows 10X. Оно очень минималистичное, отсутствуют живые плитки, а также присутствует реклама. Если раньше по умолчанию устанавливали сторонние приложения по типу Candy Crush Saga, то теперь у вас в системе видны приложения Spotify и Netflix. Скорее всего у них какое-то партнерское соглашение. И не удивляйтесь, если Microsoft разрешит бесплатно вам обновиться с Windows 7 до Windows 11. Если раньше рекламы не было, то теперь в каких-то аспектах она все же присутствует. Также по умолчанию есть предустановленные игры, чего в десятке порой не хватало. Ходят слухи, что компания предоставит абсолютно новый магазин Microsoft Store, где можно будет без проблем размечать Windows 32 приложения, без различных контейнеров, поэтому с 11 версии может произойти рост магазина. С другой стороны, тот же новый Edge на основе Chromium, отлично и плавно работает, но пользователи до сих пор предпочитают сторонние браузеры, так как ассоциации со старыми нестабильными версиями до сих пор есть. Возможно то же самое будет и с магазином, которым почти никто не пользуется. Кстати, интернет-эксплореров в системе больше нет. Если возвращаться к пуску, то выглядит он не очень как во мне. Не хватает некой эстетики. Если открывается пуск Windows 10, то у тебя глаза радуются, а тут какой-то неуклюжий концепт. Я не спорю, базовые функции он содержит. Можно закрепить приложение, посмотреть имеющиеся приложения, рекомендации, сменить аккаунт, выключить ПК. Но вот изменить размер значков, как это было с плитками, тут я такого не увидел. Я понимаю, что плитками немногие пользовались, но будем надеяться, что к релизу это пофиксят. Кстати, если вам не нравится расположение иконок по центру, то их можно сместить влево, но будет поначалу даже непривычно. Кстати, сам размер панели задач при желании в будущем, скорее всего, можно будет изменить, как Windows 10X. Если вас вдруг не устраивает текущее меню пуск, то вы можете вернуться в старый, используя редактор реестра. Ссылочка на инструкцию также оставлю в описании. Поиск остался таким же, как и в версии Windows 10, разве что есть скругление по бокам, как и во всех окнах Windows 11. Во вкладке «Предоставление задач» можно увидеть запущенные приложения, а также можно создать новый независимый рабочий стол. Временной шкалы тут уже нет, если что, видимо, не оправдала на себя. Далее у нас присутствует иконка виджетов, по сути, то же самое, что и новости интересы, только сделаны одной сплошной скрытой лентой. Такая реализация мне нравится намного лучше, чем сейчас. Microsoft пытается как-то интегрировать свою новостную платформу MSN в систему, но как-то получается не очень. Если вы помните, то по умолчанию она была еще в Internet Explorer, потом в Edge, а теперь компания пытается ее добавить в таком виде. Ненавязчиво и сделано красиво. Тем более, сразу видна погода, но мне кажется, было бы неплохо самому выбирать новостной агрегатор, к примеру, тот же Яндекс.Зен. Лично он мне больше всего нравится. Хотя вот так же погода на панели задач Windows 10, это реально сделано круто. И Windows 11 этого уже не хватает. Проводник претерпел изменения. Это все еще Win32 приложение, но я лично уже не против. Глядя на большинство концептов, понимаешь, что лучше классического проводника ничего нет. Здесь были заменены иконки папок, локальных дисков. Папки теперь стали горизонтальные, а не вертикальные. А также увеличен отступ для сенсорных экранов, чтобы было удобнее тыкать. Полоса прокрутки стала более тонкой, но при этом у нее появились границы. В темной версии полоса стандартная. Также в проводнике при наведении на иконку развернуть, у нас появится возможность разместить окно по выбранному шаблону. Если раньше вы сами наводили на край экрана, чтобы его прикрепить особым образом, то теперь это можно сделать автоматически. Иконки, кстати, поменялись не только в проводнике, но и в других аспектах системы, к примеру, в классической панели управления. И да, она все еще есть в системе. Как и недоделанный темный интерфейс. Скорее всего, это сделано намеренно, так как не все иконки адаптированы к темному режиму. Также многие иконки остались вистовские. Контекстное меню заимело тень, что теперь придает ему некую глубину. А также ПКМ получил полупрозрачный и скругленный вид. Система уже местами напоминает macOS или даже Android. Не знаю, хорошо это или плохо, но лично мне нравится. Приложение параметры почти не изменилось, кроме закругленных окон и некоторых новых функций в системе. Как я понял, это не окончательный вариант, так как компания готовит масштабное обновление параметров. Поэтому я не удивлюсь, если со временем будет аж три панели управления Windows 11. Кстати, появилась вкладка Device Usage, в которой вы можете выбрать, для чего вы используете систему, к примеру, для игр, школы или для работы. Пока не ясно, для чего этот раздел и что будет от него зависеть. Но может система будет просто отдавать предпочтение в одном случае игровым, а в другом рабочем приложениям. Что-то похожее на игровой режим. Тем более, что планировщик Windows 11 обновили, и он стал еще лучше распределять нагрузку системы. Особенно, если у вас ARM процессор с разными по мощности ядрами. Терминал Windows Диспетчер задач, как и многие системные приложения, теперь запускаются через пуск, нажатием на правую кнопку мыши. Его также обновили, и он теперь показывает архитектуру приложения. X86, X64 или ARM64. Еще можно отметить, что завезли много новых обоев. Но вот классических обоев на тему Windows 11 пока нет. Классические Paint также присутствуют в системе. А вот новому Paint 3D, видимо, места не нашлось. Windows Ink получил свою панель, где могут быть размещены приложения Доска, Paint, OneNote и тому подобные приложения. Также, если вы хотите, то можете установить русский язык на сборку. Но проблема в том, что многое все равно будет не переведено. Скачать русский языковой пакет вы можете через приложение Параметры. В целом, это все изменения Windows 11 на текущий момент. Скорее всего, 24 июня нам представят бета-сборку, которая мало чем будет отличаться от финальной. И до октября будут непосредственно сборку латать кумулятивными патчами, как это было и с версиями Windows 10. Предварительно известно, что сборка получит номер 22000. Даже LTC-версия будет базироваться на Windows 11 и также, по идее, выйдет в конце этого года. Будет еще и новая редакция Windows 11 SE, которая будет очень сильно похожа на Windows 10 S, но без запрета запуска Win32 приложений. Что же, ждем 24 июня. Субтитры создавал DimaTorzok